Нари и Санджар, прошедшие испытания сначала смертью, а затем пленом, потрясены предательством Гидиза, но прежде чем они смогут испытать боль этого предательства, им предстоит новое испытание. Перелом позвоночника Санджара ставит его лицом к лицу с вероятностью, что он никогда больше не сможет ходить. Влюбленных ждет новая война, требующая от них очень крепко держаться друг за друга. Смогут ли двое влюбленных пройти этот путь рука об руку? Гидиз движется вперед по пути, в которой верит, сокрушая всех. Он ждет у дверей операционной своего бывшего шафера, которого пытается уничтожить. Сестра Акина, Сахара, приезжает в этот город совсем по другой причине и сталкивается с тем фактом, что ее брат может быть мертв и очень потрясено. Но только что его брат поставил его на место. Если его брат действительно мертв, кто отправил ему эти сообщения? Ангел в радости бежит в особняк. Они вернулись к отцу вместе с матерью. Для них больше нет препятствий стать семьей. Но он нигде не может найти своего отца. Потому что его отец, похожий на гору, лежит у подножия горы. Неужели и Мелик, и Эпас остались сиротами? Неужели Нари теперь безроден? Что Нары скажет дочери и матери своего мужа? Умрет ли Санджар, который застрелил Кахрамана и сбросил Акина со скалы, или он выживет и станет убийцей? Санджар освободила Нари, и Нари заберет ребенка и улетит. Но как они объяснят это птенцу? Нари и Санджар отложили свою боль, и они пытаются найти способ объяснить дочерям эту разлуку, но Нари расходится по мере приближения времени прощания. С одной стороны, отделив дочь от отца, а с другой, вновь оставшись безродной, с другой стороны, неумение прощать. Они не могут ни отделиться, ни соединиться, он истекает кровью в подвешенном состоянии. Санджар прощается со своей любовью и дочерью, закрывает все свои счета и отправляется в пропасть. Но судьба переписывает для них эпопею. Из-за снотворного, которое Менекше подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обед. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Менекше пытается вытащить Акина, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гедис, они приостанавливают свои боевые действия на день и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших байфрендов вместе, пусть даже на один день, а Мелик не вырывая сердца тех, кто остановил свои сердца, они не остановятся. Из-за снотворного, которое Менекше подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обед. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его, Менекше пытается вытащить Акина, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гедис, они делают перерыв в боевых действиях на день и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших байфрендов вместе, пусть даже на один день, а Мелик не вырывая сердца тех, кто остановил свои сердца, они не остановятся. Несмотря на то, что Нари на мгновение забывает обо всем и погружается в свои эмоции, она не может простить Санкара. Вдобавок ко всему, он сходит с ума, когда узнает, что Менекше сделал с Мелик. Пришло время дочери посла привлечь всех к ответственности. Когда Санджар уходит из управления компанией, Зихра также баллотируется на пост против Гедиза. Когда Нари начинает работать на пристани, она также нанимает Мюги. Хоть Кахраману и Гедизу такая ситуация совсем не нравится, эпоха женихов закончилась и началась эра сестер. Менекше, которая сошла с ума, когда узнала, что Санджар подала на развод, начала осуществлять свои планы с новостей о ночи Хны Каврук и Ише. Он хочет забрать Акына и забрать Мелик, но его действия ставят под угрозу жизнь Мелик. Война Нари и Санджара из-за дочери начинается очень остро. Санджар не использует безумный отчет Нари в деле об опеке, но он указывает направо и стреляет влево, и ему удается получить временную опеку над Мелик гораздо более болезненной пулей. Нари тоже решает действовать жестко и идет к Гедизу просить помощи с опекой. Но у Санджара также есть сюрприз для Гедиза в качестве его первого враждебного хода, и этот сюрприз поражает Гедиза в его самое слабое место. Гедиз отвечает на этот ход, который его очень ранит, но его ответ поставит под угрозу игру Санкара с Яхи против Кахрамана. Когда Халиси свидетельствует в суде, что Минекши – плохая мачеха, Санджар с подозрением относится к тому, что произошло в прошлом. Ответы Эльвана приводят к тому, что Санкар, вышедший замуж ради ребенка, решает развестись ради ребенка. Теперь пришло время попросить у Нари прощения за все. Не в силах смириться с тем, что многовековая дружба семьи Эфиоблу и Иша и Кайлы оборвалась из-за нее, Нари выступает против карт, сданных Гедизом и, как дочь игрока, решает раздать свои карты. Этот план является результатом Гедиза, которая решает забрать все доли, которые она делила с Санкаром. Даже особняк закладывает камни на вашем пути. Он заставляет Санджара принять неожиданное решение, которого никто не ожидал. Минекши пытается скрыть свой выкидыш от Санджара и жителей особняка, потому что знает, что ее выгонят из особняка, как только они узнают. Но это практически невозможно. Минекши нужен новый план. Элван узнает от Нари, что Яхи невиновен, и идет извиниться перед Яхи, который живет в доме Нари. Но в то же время у Яхи есть гость, Дуду. По мере того, как Санджар шаг за шагом приближается к Кахраману и Акину, он планирует игру, в которую будет играть, чтобы получить опеку над Мелик по делу обе опеки. Кахраман же пытается понять, действительно ли Яхи и Санджар враги, с помощью информации, которую он тайно получил из особняка. Пока все это происходит, напряжение между двумя влюбленным растет с каждым днем. С одной стороны, битва за опеку, а с другой, их растущая ревность заставит Санкара и Нари делать-то, чего они никогда от себя не ожидали. Санджар сходит с ума, когда узнает, что Гидис увез Нари из особняка. Он ищет этих двоих повсюду, но не может их найти. Куда пропали Нари и Гидис? И ответа на этот вопрос, и реакции Нари на признание в любви Гидиса никто не ожидал. Альянс Миньяк Шакэн начинается с жестокого плана. Они решают использовать Мелик, чтобы улететь за птенцом. Будет ли этот план, основанный на детском счастье, успешным или потерпит неудачу? Выиграет ли Миньяк Ши или потерпит большое поражение? Санджар и Яхья продолжают свои планы раскрыть игру, в которую играет Кахраман. Но Кахраман в курсе всего, что происходит в особняке. Кто подслушивает Кахрамана в особняке? Санджар запирает Нари в окопе ее деда и запрещает Гидису входить в особняк. Гидис очень потрясен, когда ему запретили войти в особняк, который когда-то принадлежал его деду.